Все программы Республика завершила установленные сроки. В прошлом году есть ряд замечаний по объектам, но в текущем порядке они устраняются. В целом мы сформировали 38 долгосрочных программ и две программы, которые пока действуют только на 2019 год. В целом из этих программ 29 утверждаются постановлениями правительства, из них 15 уже утверждены, 7 внесены в кабинет министров и по 7 находятся согласования. Те, которые на согласование, это общественное пространство, программа водоотведения, программа ремонта очистных сооружений, программа детских лагерей, капитальный ремонт зданий Министерства внутренних дел, капитальный ремонт ресурсных центров и строительство сельских магазинов. Здесь практически все вопросы нами отсогласованы, и я предполагаю, что мы на этой неделе работу по постановлениям тоже завершим. При этом проектные работы организованы по всем программам. В настоящее время основная задача, коллеги, это чтобы все земельные участки были обеспечены необходимыми документами, и в момент проведения экспертизы все необходимые исходно-разрешительные документации имелось в наличии. Значит, это технические задания, паспорта БТИ для объектов капитального ремонта, выписки из единого реестра, и в срок до 17 января я по всем объектам прошу представить все материалы в Главинвестстрой. По итогам прошлого года мы ввели 2 миллиона 409 тысяч квадратных метров жилья, это чуть больше 100% от того плана, который есть. Значит, план, установленный на этот год у нас составляет 2 миллиона 425 тысяч квадратных метров. Значит, в настоящий момент подготовлено соглашение, и будут направляться муниципальные образования. Коллеги, значит, при этом мы пока не утвердили, не подписали соглашение с Федеральным министерством. Значит, план, который нам установило Федеральное министерство на этот год составляет 2 миллиона 627 тысяч квадратных метров. Значит, но мы, значит, стоим на той позиции, что мы, значит, исходя из всех возможностей, готовы построить 2 миллиона 425 тысяч. Коллеги, вы знаете, ряд муниципальных образований не завершили плановые показатели ввода жилья в установленном порядке. Значит, эти долги ваши, они переходят на этот год, и я прошу, значит, именно эти работы выполнены другими муниципальными, образованиями, значит, нужно долги эти закрыть в этом году. Значит, надо отработать по площадкам, по инженерным сетям, отработать с государственным жилищным фондом. Значит, вообще задача формирования спроса жилья – это основная задача, хотя ситуация, конечно, очень непростая. Вы знаете, начала расти процентная ставка ипотечного кредита, значит, основные банки – это у нас ВТБ и Сбербанк. Сбербанк уже увеличил до 1,5% на той неделе, и на 0,6% поднялась ставка ипотечного кредита в банке ВТБ. И все это накладывается на ситуацию с счетами Искрова, по которым мы со всеми застройщиками, значит, проводим, значит, текущее совещание ежемесячно в режиме, значит, целях подготовки, и чтобы эти объекты у нас не встали при строительстве. По программе социальной ипотеки сегодня сформирована программа на 165 домов, 7803 квартиры, значит, сегодня из них обеспечена проектно-сметная документация 157 объектов, с сетями водоснабжения 158, канализации 163, значит, аналогично и 158 сегодня имеют уже показатели разрешения на строительство получены по этим объектам. Здесь тоже, коллеги, окончательных решений пока нет, хотя, конечно, значит, объем жилья более 500 тысяч квадратных метров жилищному фонду тоже непросто держать, но, значит, я думаю, что в ближайшие дни мы тоже эти вопросы отсогласуем по программе жилищного фонда. При этом, значит, понимаем ситуацию, что сегодня на рынке есть непроданные квартиры, на начало, значит, декабря у нас имелось 8 227 квартир, которые находились, значит, в режиме ряд объектов построенные, а ряд объектов уже построенные, но не проданные у застройщиков. Значит, я, коллеги, мной отправлены запросы в муниципальное образование, я прошу очень внимательно этот вопрос тоже уточнить в ваших муниципальных образованиях. Текущую ситуацию по этому вопросу. 8 227 квартир у нас было на 15 декабря, не проданных, значит, у построенных у застройщиков наших. В этом году мы предполагаем обеспечить жильем 309 детей-сирот по договорам найма жилых помещений. Значит, в Министерстве образования завершается работа по заключению соглашения расходных обязательств с федеральным бюджетом. По обеспечению отдельных категорий граждан мы запланировано обеспечить жильем 132 семьи, значит, в том числе 35 многодетных семей, 52 молодые семьи по ФЦП жилища, значит, 45 граждан по выполнению обязательств, государственных обязательств, значит, установленных федеральным законодательством. Обращаю внимание, значит, руководителей районов, специалистов, управляющих компаний, значит, на безопасное содержание газового оборудования в жилом секторе. За период новогодних праздников в республике произошло три случая отравления угарным газом, значит, 31 декабря в Альмитиске, значит, это причина отсутствия обратной тяги, город Казань, 31 декабря, значит, самостоятельный ремонт оборудования и Спасский район, 29 декабря отсутствия обратной тяги. Я прошу, значит, вот как и наши муниципальные комиссии работают по безопасности... А требую, вы видите, что произошло в Магнитове Тогорске. Аллах согласен, все мы под Богом ходим. Или у нас вот три человека отравление недавно получили. Это элементарно, нет тяги. Или вмешательство в газовое оборудование там неких наших деятелей. Поэтому эта тема не прошу, требуем. Есть должностные лица, которые отвечают персонально. Это не просто это вот. Вот то, что случилось в Магнитове Тогорске, это же и до этого случалось. И в Займске мы проходили, сами тоже. К счастью, несчастного случая не было. Нам просто подфартило, могли бы это... Просто нам повезло. Давайте жестко, жестко... Кто у нас за это отвечает, жилищная инспекция или ТСЖ, или кто? Кто контролирует? Сегодня газовики вместе с управляющими компаниями. На органы государственного жилищного надзора возложен контроль и административная ответственность тоже с нашей стороны. Мы составляем протоколы. Сейчас мы тесно сотрудничаем, отрабатываем документы, которые бы составляли газовики, чтобы мы могли принимать по ним меры. Я еще попрошу отдельно. Жилищная инспекция, газовики. Рустам Камильевич, всех надо соврать. Установить такой жесткий регламент, чтобы эта тема... Идет инспектор. У него как будто ассортиментный перечень был раньше, в советское время. Магазин зашел, ассортиментный... Сразу надо начинать. Какая ситуация с тягой? Проверить не только бумагу, а проверить, на самом деле, есть тяга или нет. Это не очень сложно. Есть, Рустам Камильевич. Благодаря вашей поддержке мы получили... Благодаря вашей поддержке мы получили приборы, которые мы можем проверить величину обратной тяги. Но это не дежурная работа должна быть, и не какими-то бумагами. Это реально должна быть работа. Есть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова